всем привет друзья меня зовут вилли вы на канале мотохайки и так в этом видео хочу рассказать вам про свой мотоцикл это honda nc 750 и как она повела себя в дальнике не знаю можно ли это назвать таким большим прям дальником то что у меня было но в общем я недавно проехал вокруг балтийского моря то есть выехал из города берлин проехал польшу калининградскую область литву латвию эстонию потом опять российской федерации это был санкт-петербург с объездом финского залива далее финляндия ну и потом опять же вдоль вдоль моря так скажем обогнул все море вернулся через зданию германию ну и в общем получилось так уезжал на восток вернулся с запада было интересно самое что мне запомнилось это конечно была россия прохождение границы ну в общем это отдельная история в этом видео я хочу рассказать вам именно за свой мотоцикл honda nc 750 x с автоматической коробкой здесь dct или 10 по-русски я седут накидал небольшой так сценарий но это типа тезисы какие о чем я хочу рассказать чтобы не упустить так что поехали так мотоцикл в целом в целом мотоцикл для дальников подходит потому что он концептирован как своего как турист такой он смесь горожанина и туриста но это опять же не эндуро не эндуро хотя легкий грейдер скажем с правильной резиной как у меня он в принципе выдерживает неплохо скажем когда я ездил по скандинавии я специально съезжал с асфальта ездил по грейдеру и в принципе проблем не возникало чтобы мне как-то было страшно идет более менее уверенно ну конечно если не гнать там сотню по грейдеру то в разумных пределах то есть все нормально резину я оставил себе это сейчас скажу как она называется михелин анаки адвенчер то есть это бересневич все знают бересневича он там в своем виду хе когда-то говорил про эту резину почему бы не попробовать заказал как раз перед поездками все поставили ну и все в принципе я остался доволен этой резиной она едет и по городу нормально и по по грейдеру единственный нюанс этой резины то что она поначалу немножко шумит то есть в начале именно когда вот она притирается потом когда вот и ну в основном то едешь прямо до дальнике она притирается ведет себя нормально и когда ты начинаешь перестраиваться чуть-чуть наклонять мотоцикл это место где особо не притерто сищал то есть появляется такой шум так что я думаю со временем когда уже там в поворотах почаще будешь там закладывать то все это пройдет но это не критично это мне как бы жить вообще не мешает так дальше куфы куфы в этот раз я поехал с кофрами то есть у меня изначально канал позиционировался как мотолегкоходство то есть ты моя концепция моих путешествий было мотолегкоходство и в позапрошлом году я тоже ездил скандинавию до нордкапа буквально с одним рюкзаком и мотоцикл был относительно спортивный что вот какие выводы у меня на этот счет какие выводы у меня на этот счет сейчас я все-таки хочу продолжать тематику мотолегкоходство потому что кафре да это с одной стороны удобно но они мне что-то как-то не зашли во первых парусность поднимается расход топлива увеличивается во вторых ты их чувствуешь что они сзади то есть их невестность они сами по себе весят очень много то есть даже если пустые и как бы вот этот вес нагруженных кофров он его постоянно чувствуешь при торможении что инертность увеличивается при разгоне то есть все равно их немножко чувствуешь и аэродинамика меняется и уже закладывать не так весело как вот с пустым мотоциклом благо в моем мотоцикле есть такой фальшбак там 23 литра это по сути мой рюкзак с прошлого путешествия то есть по вместимости и я также думаю сейчас может быть если в следующий раз куда-то рвануть то опять же как бы взять только самый минимум а вот еще опять же про захламленность кофров то есть сейчас у меня были кофы и они у меня были полные то есть я где-то там останавливался возле магазина купил там какой-нибудь колбасы или что-то покушать и мне тупое некуда было класть потому что все полное кафе полный фальшбак полный все полно когда я приехал домой половина вещей которые у меня там были я к ним даже за всю поездку ни разу не прикоснулся по сути по сути вот как как я путешествовал даже что для меня важно это приехал ты в основном там весь день катаешься ездишь и потом когда ты приехал на стоянку ты раскладываешь палатку для того чтобы в ней отдыхать и спать в принципе для меня этого вполне достаточно приехал разложил палатку надул матрасик достал спальный мешок и лег спать все утром встал собрался и поехал дальше вот эти заседания в стул на стуле сидеть там наблюдать закатом то есть мнением как мне это не интересно поэтому в этот раз я брал с собой стул ну я им пользовался от силы пару раз потому что реально ты едешь на сидишься за целый день а вечером еще где-то сидеть ну не охота да комарье там жрет елки-палки поэтому ты остановился поставил по быстрому палатку и нырнул в палатку все чтоб комары тебя не сожрали поэтому стул ну это так я увозил может быть просто так ну пусть будет теперь когда нибудь еще пригодится может быть в каких-то небольших там где-то здесь по месту путешествия но в дальняк я его брать вряд ли буду то есть я хочу ограничиться реально именно самым самым минимум это спальный мешок надувной коврик и палатка и все ну из кухни может быть взять кружку и щепочницу больше ничего не надо потому что опять же вот что касается еды по скандинавии я ехал там кстати кто едет скандинавии не побрезгуйте на заправке купите френч хот-дог вообще вещь классная я как бы у меня было так я остановился на заправке это раз в 300 километров и просто покупал двойной френч хот-дог и кофе все я выпивал кофе съедал этот хот-дог я был сытый и довольный ехал в следующие 300 километров опять останавливался опять заказывал то же самое френч хот-дог там как двойной или не двойной в зависимости того насколько я хотел кушать и кофе вот это была моя стандартная программа то есть это давало мне силы бодрости я как бы ехал все когда вечером и останавливался я уже был в принципе с последней заправки еще сытый поэтому где-то там что-то на стоянке готовить какие-то салаты что-то там шинковать нахер это не надо просто палатку растопырил лег спать и уснул все больше ничего не надо поэтому в следующий раз я буду именно настраиваться на так на такой нами на минимализм опять же я хочу немножко чтобы побольше денег с собой взять под накопить до следующего путешествия и до чтобы как бы в плохую погоду не заморачиваться останавливаться просто в отеле то есть если погода позволяет солнышко относительно тепло то как бы день кемпинг или дикий кемпинг с палаткой если дождь пошел на хера себя мучить за букинг забил какой-нибудь домик или отель переночевал и все чтобы была вот такая альтернатива и не париться не заморачиваться как бы это отпуск до хочется отдыхать в общем вот такие вот дела про расход топлива у меня опять же вернемся к мотоциклу про расход топлива у мотоцикла в принципе очень низкий расход топлива то есть вот сейчас я езжу по городу вот я ездил тут по делам по городскому городские автобаны там 80 90 вот такая скорость принципе да у меня показывает спустя вот я пол бака уже от мотат катал здесь по городу средний расход 3-4 литра с кофрами к не такого расхода добиться это не было нереально даже я когда в финляндии ехал очень медленно где-то 80 километров меня фу и обгоняли ведь я не спешил я наслаждался природу смотрел просто медитировал ехал и там расход был за самый минимальный 36 но это было вот местами где я ехал реально очень медленно потому что за счет парусности у вас этот порог экономичности он как бы сдвигается немножко поэтому это еще один повод чтобы ездить налегке то есть сейчас если я еду 90 95 километров в час вот не выше сотни у меня минимальный расход то есть это классно учитывая то то что допустим в той же скандинавии бензин стоит датских денег в россии он стоит 60 центов а в скандинавии стоит минимум 2 евро то есть и выше так что разница очевидная имеет смысл за все мое путешествие кстати вот у меня сколько 5000 километров получилось плюс-минус я точно прям не высчитывал сжег я где-то 230 литров бензина так что если даже умножить на 2 то есть 400 евро 400 с евро с копейками потратил на бензин но опять же я ехал по россии там я покупал дешманский бензин в германии он еще относительно подешевле там я брал 17 в скандинавии там 1 и 2 так что в принципе вот 2 евро можно считать среднем даже может чуть поменьше ну 400 евро на бензин за 5000 километров пробега в принципе я по бюджетному съездил ночлеги у меня были два раза я в отеле ночевал ну как отель один раз я в отеле ночевал это было под стокгольмом где-то не доезжая стокгольма то есть выше стокгольма если смотреть так по карте и был лютый дождь я попал лютый дождь несколько часов и где-то там в кемпинге что-то останавливаться под дождем палатку ставить мечу да как-то был не вариант я загуглил там нашел отель цена была приемлемая в полтинник у меня благо на букинге еще этот я часто раньше ночевал в отелях и поэтому у меня там накопилось это как бы статус на букинге сейчас у меня там самый такой модный статус там скидки хорошие там завтраки включительные в общем классно 50 евро думаю ну нормально зато отоспался помылся как человек и на следующий день я ломанулся уже цель была у меня ехать домой то есть у меня дочь живет на границе германии зданий получается мне до туда было 1100 километров и вот я где-то часов 8 выехал и я эти 1100 сделал то есть я приехал пол девятого вечера то есть приехал я получается 12 с половиной часов но опять же я останавливался регулярно на каждой заправке каждые 300 километров пил кофе ел этот френч хот-дог и спокойно ехал то есть когда я доехал до дочери к сожалению она уже спала в это время я бы мог и до берлина доехать до берлина мне еще там где-то 450 надо было ехать и железную жопу я бы сделал на этом мотоцикле на honda nc 750 легко опять же вот что касается по сидушки посадка удобная сидишь комфортно сидушка не знаю вот на старых версиях мотоциклах до 21 года по моему там люди плюются что сиденье какое-то там кривой я не знаю я не сидел но на моем сиденье относительно нормально плюс я китайцев взял на алике такая подушка она идет как не воздушная подушка атака как и как резиновая то есть она прям резиновые такие соты резиновые так что если кому интересно можете загуглить соты ей к ней еще чехольчик есть я и брал с чехольчиком чехольчик правда у меня будучи в россии там у него в это лямка одна оторвалась пришлось импровизировать там скотчем перематывает там дырку протыкать в общем доехал я нормально с этой фигней дома я взял эту же подушку под низ а сверху обтянул этой 3d вот этой мешем 3d вот этой сеточки такой знаете как на сидушки тоже классная вещь внешне смотрится как будто сидушка а когда садишься на нее очень мягко поэтому вот вот если сидушку немножко тюнгануть то ехать можно очень долго и далеко не опасаясь за жопу что она там будет какая-то железная или квадратная поэтому в общем я переночевал там недалеко от дочери на следующий день утром она в школу как раз я подъехал мы с ней часик еще пообщались в общем она на занятия я домой в берлин так что вот такие дела так теперь расскажу что вот из из каких неполадок у меня было в дороге да когда я ехал где-то там еще в финляндии у меня появился какой-то скрип где-то на севере финляндии почти недалеко от швеции так сказать ну можно сказать самой верхней точке и балтийского моря появился такой дикий дикий скрип когда вот на любой кочке на любом волнении дороги знаете там как в общем когда амортизатор работает получается такой прям скрип ну и прямо услышно когда ты едешь шум двигателя в шлеме не так но со стороны его слышно прямо адский меня что-то это как-то напрягло я позвонил в honda в берлин и ребята так и так вот я в отпуске вот такая вот фигня типа я перевая отпуск все дела еду непосредственно домой так что примите меня потому что мне еще немножко отпуска осталось не хотелось бы терять они все прежде сразу заезжай к нам посмотрим я ладно вот когда я приехал я первым же делом еще домой не заезжая прям с кофрами все как есть заезжаю в honda ну они прокатились посмотрели доставляем мотоцикл я ладно я сейчас домой съезжу кафре скину и привезу мотоцикл то есть так и сделал все мотоцикл отдал через несколько дней они мне позвонили причину нашли все как бы я сначала понял что там проблема была с болтом который крепит маятниками но оказалось немножко другой а потом уже по счет фактуре посмотрел чего они там заменили это был болт амортизатор ну по крайней мере в бумагах так написано что заменен был бор болт амортизатор он мне прям показал этот болт амортизатор у него шляпка такая круглая такая широкая получается где-то сантиметр и видно было что как со шляпки прям металл как будто закушен так и закусила то есть там попала грязь и вот эта грязь она там как бы как она там хоть я не по я до сих пор не понимаю не могу понять что там такого происходило что вот болт получается как-то крутился там что ли хотя по логике он не должен там крутиться то есть болт если амортизатор то амортизатор на болт на нем ходит они как-то в общем я не понял в общем ну все это сделали мне слава богу по гарантии то есть я за это ничего не заплатил единственное что я попросил чтобы они сделали нет его плановая ну зато заплатил там символично то что жидкости менять не пришлось я их перед поездкой менял все еще относительно свежая нормально так что вот такие вот дела теперь что касается ребят ну это я не знаю это видно тема отдельного видео ну раз уж у нас понеслась такая замечательная беседа я скажу здесь про свой экипп экипп да я до этого накануне буквально можно сказать купил себе хороший экипп это рука raptor это сейчас не реклама это просто вот я рассказываю сейчас свои впечатления об этом экиппе экипп классный ну это конечно ни о чем не говорит но скажем так были были времена когда я ехал прям в лютую жару это было допустим эстония то прям вот асфальт плавился то есть реально я останавливался там где-то туалет попить кофе жарящая была такая что асфальт плавился но когда ты едешь на мотоцикле в принципе этого не замечаешь то есть у меня были все застежки все и все молнии открыты все как надо ну то есть вентилировала мне не было ни жарко не прохладно мне просто было комфортно нормальная комфортная температура ну стоило только остановиться и ты понимал что ты в аду поэтому я не знаю как ну все равно мне кажется экипп может не сильно для жары так как его рука это финны а в финляндии там климат особенный они видимо учитывали свой климат поэтому куда-то ехать на юга где там плюс 50 не знаю может будет жарко ну по крайней мере вот как я здесь ехал и мне не было жарко а когда просто останавливаешься просто куртку снимаешь ну и по штаны естественно на специальные термоштаны одевать термуху чтобы они воду отводили если вы поденете просто на голое тело то эта труба спотеете и потом начнет прилипать к ногам будет нехорошее ощущение поэтому обязательно надо всегда носить какие-то подштанники специальные так что вот такие дела когда было прохладно я одевал опять же подклад вот когда был дождь я одевал подклад этот пуховик отдельно то есть все было проблема решаема то есть мне не было холодно я везде был герметич и нигде не поддувала было очень комфортно про обувь тоже у меня обувь тоже была куплена буквально накануне там за несколько дней это тоже туристические ботинки от фирмы held я когда-нибудь сделаю на них может быть отдельный обзор цена-качество ну такое нормальная то нет мембраны гортекс в общем тоже я в них ехал всю дорогу как в тапочках в жару мне не было вообще не жарко то есть было нормально просто комфортно и когда было прохладные дождь и ногам было сухо тепло комфортно то есть как в домашних тапочках вообще рекомендую но это уже отдельная история так ну вроде бы все что хотел по своему списочку я тут вам изложил может быть даже немножко лишнего сказал ну я надеюсь вам видос понравился было это развлекательно поэтому ставьте лайки подписывайтесь на канал ну а я пока прощаюсь с вами